здравствуйте дорогие друзья мы сегодня в очень интересном месте как всегда не пугайтесь это волна у нас сегодня в голубийской вы знаете медузы я хочу вам показать очень хорошее место куда вот можно как раз ездить когда у нас проблемы этого для наших зрительниц посмотрите как здесь хорошо красиво но в округе здесь конечно кто будет волне не пугайтесь тут полный такой белом конечно но это не важно сюда люди едут вот посмотрите сколько много людей со всех регионов краснодарский край представлен очень хорошо именно вот из-за этого моря черное море здесь красивое место вот посмотрите какие виды там порт тамань не путайте с таманским заливом и с городом тамань посмотрите хитерюги как всегда пишут да у вас голубийская химзавод и так далее друзья порт тамань вот здесь на черном море и основном люди пишут из анапы из геленджика и сочи этого вам надо ребята волноваться здесь черном море до 50 километров давите его и благовещенская еще ближе посмотрите какая красота вот сразу покажу в чем плюс волны она защищена здесь от ветров от западного ветра от восточного ветра и от северного вот там вот у нас голубийская вот представьте поэтому здесь ветра редки сейчас вот как раз похоже такой небольшой южный ветерок и вот видно такая рябь на море а очень часто здесь бывает тишина просто гладь красота полная и посмотрите вот здесь берега пока не видно самого пляж он здесь как бы под обрывом получается сожалению он тут узкий мало места но попробуем сейчас найти приехали мы сюда с детьми как родственники у нас поэтому я сейчас не могу с вами встречаться со зрителями вот ездим здесь везде показываю им хорошие места и сами конечно отдыхаем тут с ритусей здесь вот обратите внимание тоже парковочка есть в общем приезжайте когда у нас какие-то проблемы особенно северный ветер начинается кто не любит волнах купаться а так вот жить бы здесь я конечно снимать жилье не знаю надо подумать хорошенько несколько раз потому что вот до пляжа ходить далеко вот представьте мы прямо на машине подъехали сюда и это удобно а вот если вы будете где-то жить высоко ходить представляете вот так вот по кругу проблематично тут где-то есть еще конечно спуск вот там вот подальше и там кстати наша зрительница сдает жилье домики хорошие поэтому обращайтесь кому надо можно там пожить если у нее конечно еще что то там за есть свободно я даже не уверен потому что она ведет свой блог здесь на ютюбе канал есть свой и отбоя нет от отдыхающих посмотрим что здесь происходит сверху конечно самые такие хорошие виды вот там вот мы были посмотрите кстати здесь дорогу похоже раскатали да действительно раскатали интересно так а куда же мои делись о кстати медузу поймали интересно ладно сейчас будем смотреть наблюдать что происходит посмотрите еще вот я заметил пляжи 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 у нас чуть пошире стали я здесь был совсем недавно у меня видео отсюда есть хорошо что убрали мусор это тоже радует потому что еще недавно здесь было мусора очень много тут же с другой стороны черного моря у нас тут все получается и черное море прибивает периодически да ну молодцы молодцы волне люди но мусор есть еще конечно но я считаю что это ерунда так по мелочи видите какие-то водоросли черное море все-таки оно такое поживее поэтому бывает выбрасывает ладно сейчас погуляем посмотрим что происходит но море увидите давайте я сразу наверно зайду в море посмотрю здесь вот вход в море не резкий такой пологий можно сказать вот посмотрите вот там вот люди стоят и само море великолепное прекрасно очень очень хорошее море вот именно и сюда из-за этого и стоит ехать именно из-за этого посмотрите дети уже у меня сразу в море просто сразу а я их смотрю на берегу не могу найти вот такое море здесь посмотрите маленькие какие-то мальки плавают медуз я не вижу ну там ребята поймали какую-то одну но это что-то наверно аномалия скорее всего для этого места чем норма а вот рядом веселовки в благовещенской я встречал чаще медуз вот когда мы здесь бываем волне здесь почему-то их ну редко редко я видел прямо очень редко а вот там встречал часто там вот бывает уходишь на глубину плывешь вот дальше вот делу там у нас человек стоит и они появляются прямо на глубине стоят ну что дай есть медузы нету и . все да отлично ооо увидели увидели медузы девушки посмотрите увидели медузы все-таки ну и я думаю что это ерунда друзья это ерунда причем полный ну попадаются какие-то медузы там ничего страшного не пугайтесь тут просто может быть черноморец они привыкли и надо отправить нам голубицкую до чтобы они посмотрели ой камеру я вот нельзя забыл мне же тут зритель подарил камеру такую она под водой короче с чехлом маленькая такая забыл как она называется гупро там еще такое вот снимает она как бы так не очень хорошо но зато болеем как я вот блин как же я забыл про эту камеру соляде вот она вот эта вода видно все обратите внимание вот прямо как у нас сегодня в голубицкой я утром видео снимал про медуз не знаю будет ли вам видно моя нога вот у нас сегодня утром точно такая же была вода великолепнейшая вода просто сказка вот такие дела друзья проезд к морю есть бесплатный вот как мы встали а навигатор вас поведет вот как раз сюда вот к этому зданию там есть платный такой заезд люди некоторые ругали волну вот за это но просто видимо так заезжали в гости не знаю что тут полно вот таких вот проездов размывается периодически вот кто старые такие зрители бывали здесь вот специалистам не рассказывали что берег был совсем другой обвалов таких вот не было раньше вот там вот видите дом даже стоит прямо на обрыве сапы несут люди вообще красота просто красота друзья да просто красота сейчас я пока не вижу дельфинов очень часто здесь бывают дельфинчики вот в этом тоже плюс очень большой этого места можно посмотреть на дельфина кто хочет как вам такое друзья кажется и порт рядом посмотрите да бывают здесь такие катастрофические видео отсюда люди снимают там угольная пыль ну по хайповать дохода сейчас бы если была пыль угольная бы тоже поснимал написал бы как некоторые из вас любят громкий заголовок такой ужасный какой им до волне там что-то катастрофа угольная пыль и так далее вот такие дела но бывает бывает что греха то есть я тоже считаю там особо в этом ничего страшного нет в угле я долго отработал в котельной кочегаром ничего страшного отмыться можно тем более вот в таком прекрасном море я здесь даже зрители наших встречал вы не поверите вот просто мы тут последний раз когда с татьяной викторной были и зритель меня по голосу узнал вот я вот так ходил тоже он здесь работает командировка из санкт-петербурга привет вам если вы там еще смотрите посмотрите маленькая рыбка плавает здесь тут бывают такие истории люди рыбаки местные аж с удочками бегают у них когда видимо клев идет они тут такие кроссы пробежки устраивают видно у них есть свои как бы сообщают им допустим пошел какой-то клев они вот здесь по дорогам бегут сверху с удочками короче с детьми со всеми бегом с ведрами короче интересные такие истории бывают в общем вот как то так будем смотреть поплаваем посмотрим но детям конечно очень хорошо прямо вы сами видите так что есть варианты у нас приехать из голубицкой не обязательно ехать в крым вот там вот феодочию от нас недалеко уже здесь от голубицкой до волны примерно 70 километров чтобы вы понимали но очень ни о чем здесь вы в пробку не попадете до крымского моста крымский мост дальше получается уходит там пробка начинается чуть подачи вот а сюда проезд спокойный можно даже не по тавриде ехать по этой трассе а можно ехать через тамань там еще будет меньше как бы там машин поток будет меньше и сразу волну проезжаете кто боится в пробку попасть вот перед крымским мостом тоже есть варианты сейчас единственный я вижу проблему здесь волне практически полное отсутствие людей обычно здесь конечно пляж заполнен я не знаю чем это связано может быть из-за того что вот эти с крымским мостом проблемы потому он здесь на самом деле тоже рядом с волной как бы не касается это вот был помните когда в новостях вы наверняка смотрели дрон прилетел вот сюда в порт в этот порт тамань терминал там топливный какой-то но я сразу же съездил мы тут были я показал вам что все спокойно эти и до сих пор спокойно все хорошо волна как бы дальше отстоит от этого завода ну вот завода терминалов грузовых я даже не на как это правильно назвать посмотрите но просто красота конечно невероятно вот я говорю кому надо жилье обращайтесь я вас познакомлю с нашими с нашей зрительницы если у нее будет жилье здесь же я вот вам еще хочу сказать здесь можно отдыхать и в октябре пожалуйста то есть вот например в этом октябре вода была достаточно хорошая не обязательно летом если у нее сейчас будет вот занято все можно приехать попозже вот такой интересный здесь берег тут прямо можно я видел подженикидзе у нас там у меня видео есть из крыма отшельник живет такой робинзон у него дом построен там тоже из камня из таких вот бревен посмотрите выкидывает море здесь просто рай для такого вот робинзона чтобы построить столько много было стройматериала слава богу я говорю что это все убрано мелочок какая-то осталось ее просто сложно собрать еще кстати здесь люди в палатках живут я не знаю сейчас может я вам покажу вот с той стороны вы видели палаточки и вот так вот люди встают вот туда дальше попробую попробую показать посмотрите вот эти как они там купаются просто не остановить круги взяли маски вот сюда маски берите кто с собой везет вы будете просто довольны тут практически вот а ну да ну вот видите вот они кого вылавливают посмотрите я не знаю будет ли вам видно опять же вот она дуза ну видите они везде есть там в черном море везде друзья они бывают здесь наплывами чтобы вы понимали если вот а то будете меня допустим ругать вот катя васильев показал нет не дуз и так далее они могут быть здесь на черном море они по-хитрому вот тут вот их может не быть вот прямо здесь где мы идем с вами а вот туда дальше вы отплывать вот там где мужчина стоит там уже глубина начинается я много раз так попадал видео кстати они здесь на берегу везде лежат интересно в общем плывешь плывешь а тут-то нырять хочется с открытыми глазами и я ныряю как по привычке ну глаза открываешь когда в чисто вот таком прозрачном море и попадаешь во что вот в медуз как раз они там стоят прям гроздьями поглубже будьте аккуратней кстати вот тоже хочу предупредить потому что живая медуза это не как у нас голубицкой дохлой медузы будьте аккуратнее у нее яд здесь очень такой опасный я потому что сколько вот нас в азовском море не купаюсь вы знаете это каждый день плавают да там ну пощипит и пощипит а вот тут можно получить реальные ожоги прям такие конкретные которые не проходят несколько дней у меня такое было часто я не зря вам в комментариях отвечаю дорогие хейтеры да когда у мира начинаете рассказывать что в черном море медуз нет и так далее кстати не знаю сегодня правда нет мы же тут крым собирались а тут уже мозг что-то закрывают они периодически я у даже не знаю поедем не поедем так вот сегодня зрители написали феодосии много медуз а феодосия вот отсюда недалеко поэтому вот волна чем не нравится вот то что как бы аномальное такое место здесь вот очень редко можно увидеть я даже сейчас удивился что виду заметил а вот он вот тоже смотрите трактора расчистили вот туда у них идет дорога видимо там какая-то рыболовецкая у нас база и ловят рыбу вот смотрите человек у нас ходит интересный и вот здесь вот вот там вот можно вставать с палатками обратите внимание очень хорошее место такое тихая вообще красивая тут более такой активный у нас пляж люди вот там потому что за дороги спускаются хорошо здравствуйте что-то ловим да и что попадается ничего нечего а ты людей только спасаем только людей спасает вам начаток отвлекая вас на его да да иди боти но нормально все да я не снимаю вас не переживайте вот рядом а че тут по волна влезут когда волна большая течение есть подводный вот спасибо вот друзья вы слышите да у нас тут как рыбаки рыбаки рассказывают такие вот вещи будьте аккуратней кстати я сейчас я вот тоже об этом не думал кстати обратите внимание сейчас тут отходим подачу медузки у нас почаще да интересно конечно интересно вот вот такой берег обратите внимание я вообще люблю вот с такими людьми разговаривать но видите ну не хочет чем сниматься я его и не снимаю а так конечно это самое конечно лучшее вот когда попадаешь местным жителям поговорить я люблю поговорить там пообщаться поузнавать а я прошу прощения я не буду вас снимать а вот я прошел вот эта глина это вы не знаете это лечебная какая-то а где здесь набирают в начале это где общий спуск сразу она есть а вы местные да ребята нет вы просто знаете это сюда а я ни разу не видел волне вот не слышал что такая лечебная глина была а ставрополя ну можно сказать местные южане тоже да спасибо я не знал а мы тут рядом живем в голубийской азовское море у нас сегодня очень много медуз прям кисели из медуз такой практически а я показываю зрителям не бежать я не снимаю вас куда можно ездить у нас на таманском полосове краснодарском крае еще кроме вот раз сам например медузы или ветер подул сильный можно волну приехать когда здесь шторм знаете купаться нельзя туда к нам можно на узкое море у нас наоборот то здесь тихо то там тихо в в тамане ну на набережной да мидус много да ну ничего страшного если бы ты была у нас на узкое море сегодня но есть и чуть-чуть есть это ерунда совсем да чуть-чуть но девушки у нас боятся так иногда кто не видел их никогда они переживают ладно спасибо я не буду вам мешать вот друзья посмотрите я даже не знал вот честно говорю вот представляете тут есть оказывается вулканическая глина обратите внимание тоже кто хочет полечиться прогуляемся немножко с вами еще я все-таки не каждый день здесь бываешь сожалению посмотрим вот там вот у нас наверху посмотрите вообще фуры стоят люди люди отдыхают видно дальновозчики у нас у нас один наш житель сегодня находится здесь недалеко веселовки веселовки пляжи получше сразу скажу это типа кто был благовещенской знаете у нас такая есть перед витязь его там очень хорошо вот я вообще считаю три места у нас на таманском полуострове это благовещенская даже в крыму крым придется захватить благовещенская феодосия друзья по пляжам вот по такой красоте и голубицкой однозначно если год медуз еще не было бы благовещенская кстати тоже медузы есть вот только что зрительница написала мне но сегодня нет там медуз они недавно мне написали хотя нужно конечно самим проверять но мне там да потому что вот мне тоже написали что здесь нет минут ну можно сказать не да тут 1 2 3 тут вообще ерунда вот и в эти места можно приезжать веселовка вот она рядом очень похоже на благовещенскую тому пляжи конечно похуже там но мне там не нравится вот как мы здесь идем я вам так стараюсь не показывать этот мусор там видно ребята наши местные тут отельеры убрали а вот здесь вот видите они тут медузки такие как они попадают сюда я вообще не понимаю сквозь камни а ну наверно люди по вытаскивали вот то есть там очень много мусора там прямо вот где это соленое озеро там ну просто кишит вот этим мусором она прям в песке там и так далее в этой грязи мы пытались там набрать там можно найти все я не знаю то ли туда вывозил кто-то раньше мусор прям машинами как это вообще происходило дело не понимаю вот вот может быть даже здесь миди можно пособирать но я пока здесь на берегу не вижу вот так вот вот это уже интересно друзья посмотрите кто местный житель я нашу зрительницу попрошу прокомментировать я вот обращу ваше внимание видите здесь как бы источники воды что это такое так друзья я даже не знаю вот я вижу вот она глина кстати черная вот это вулканическое обратите внимание вот она прямо вот сейчас я вам прямо покажу эти вот она глина черная надо кстати у меня много вопросов на эту тему василий там какое свойство глина имеет в том-то и вместе или в другом вы сами пожалуйста смотрите почитайте что пишут наши врачи и ученые я как бы боюсь что-то говорить на меня она действует по-своему она вас может по-другому действовать там есть же противоказать противопоказания какие-то о камень не оторвать ничего себе вот такое место интересное посмотрите очень марина напишите если вы знаете что это за источники слив какой-то или еще не знаю или просто какие-то родники вулканические вот так кучу гурах на вулкане у нас тоже есть там выдавливает воду и она стекает как бы в озеро в такое интересно вот очень много таких вот находок здесь есть вот морских очень много здесь турецкого можно найти вот эти водоросли вот как раз ближе уже к веселовке ух какая здесь вода интересно да вот ближе к веселовке уже можно найти у нас больше таких водорослей там из-за напы прибивает их вот когда камка там и получается она в веселовку заходит почему-то в общем как-то с течением или что я не знаю и там бывают тоже так неприятные моменты у меня целое видео есть кому надо я ссылку оставлю по веселовке смотрите температура воздуха сейчас было 34 градуса почти но это у меня может сумки немножко там нагрелся мы сейчас здесь замерим температуру воды у у нас сегодня утром была температура воды в озеро в море 25 градусов это очень меня радует в этом году вода не так сильно прогрета как обычно это очень хорошо у нас бы в этом году медуз вообще не было если бы не вот этот черноморский шторм там через керченский пролив нам загнала медуз целую кучу до этого шторма у нас медуз практически не было были вот такие маленькие очень а когда у нас море поднялось очень сильно размытие берега было и вот медуз нагнала я вам вот скажу вот как есть и сейчас проверим сейчас у нас наверно температура воды где-то уже будет днем 28 градусов солнце греет прогревает здесь также сейчас посмотрим на мели сколько здесь у нас 26 градусов вот не знаю будет ли вам видно опять я просто не вижу здесь в экран что происходит 26 и 4 там может быть чуть-чуть она попрохладнее но немного там 26 где-то потому что все-таки здесь солнце прогревает такая тепленькая вода хорошая в общем практически она одинаково с азовским морем прям один в один вот еще чем мне нравится веселовка вы сами видели здесь неглубоко и получается что в море прогрета вот на тех пляжах где вы бываете да интересно тут глина где вы бываете где резкая глубина идет там да там море черное может быть таким прохладным достаточно здесь очень хорошо какие-то шланги интересны друзья что тут такое происходит может кто то что то здесь какую-то воду качает я не удивлюсь наш народ может и вот такие вот места друзья вот прямо из арженикидзе если вы там мало ли смотрите канал еще до сих пор хотя у него там и интернета нет вот посмотрите вы можете сюда перебраться и смотрите какая порода интересна какая-то может быть это даже какие-то окаменелости смотрите кто у нас специалист вот приезжайте в волну может быть здесь какие-то действительно исторические чудовища какие-то вообще не удивлюсь возможно тут даже рыбу можно половить и вот это вот видимо было обрушение вот эти камни видите они придавили доски да скорее всего видите ведра это придавлено оттуда уже не вытащить вот они так вот обваливались видимо это когда у нас ливень был такой да не понимаю что это такое вот я почему камень из воды не мог достать видите здесь как бы в толще вот этого не знаю что такое опять же местные жители подскажите как бы на шлак не похоже он такой большой не может быть интересно о кого-то ловят а что там ловится интересно крабы большие нормально вот такие дела смотрите можно здесь поохотиться что-то перекусить у нас на доска море вот в такой как бы водорослях там местами есть мидии можно ловить мидии а вот тут обратите внимание крабики красота она может быть дальше я не пойду хотя может и прогуляюсь посмотрим что происходит вот тут посмотрите канаты доски короче строить можно все у кого там нет жилья приходите сюда перебирайтесь посмотрите да это да это какая-то порода доисторическая это точно вот так вот она видимо обламывалась и сверху присыпалась глиной вообще красота я доволен в этом районе я еще не гулял не ходил сейчас будем вот так вот мы проходить пешочком я должен вам это показать просто должен там вот о я вас снимать не буду не переживайте о посмотрите а что вы с ними делаете как раков а вы местные жители да нет а часто здесь бываете второй раз видите а я был раз шесть здесь и не знал что у крабики интересно а вы на том пляже наверное отдыхайте вот на дальнем не мы вообще в голубицкой остановились приехали на черное покупать вот вот я сам из голубицкой как раз сюда людей и сегодня приехал показывать что можно в хорошем месте вот покупаться пока у нас медузы вообще красота да спасибо вам спасибо вот такие друзья бывают чудеса посмотрите люди из голубицкой едут обратите внимание все послушайте место очень хорошее очень хорошее полезное вот так вот мы гуляем обратите внимание я прямо иду здесь тут надо очень аккуратно ходить я чуть не грохнулся посмотрите сейчас я вам покажу как я иду видите вот это все в камнях друзья вот такая обстановка вокруг всем удачи приезжайте к нам в голубицкую и сюда так что вот так вообще интересно я конечно в шоке видите зрители делитесь делитесь во-первых со мной вот этими хитростями а я буду дальше передавать потому что вы сами видели вот спасибо вот этой девушке получается что крабиков можно ловить вот в этих как раз в этой породе вот она вокруг они прячутся можно нырять масочку с собой брать вот у нас в Карелии чтобы вы понимали вот такая вот вода то есть мы там рыбку ловили в детстве вот именно в такой воде вообще красота просто конечно красота да да хорошо единственно что у нас там конечно холодно было холодная вода постоянно а здесь сколько хочешь можно в воде стоять сидеть купаться загорать просто очень радует очень напоминает очень крым местами да красота вот в любом случае я сейчас здесь проберусь все-таки до того пляжа я дойду вам покажу что происходит как люди отдыхают и это я должен сделать должен вам хорошие места показать кстати вот это пляж скорее всего у нашей зрительницы и есть ирина там подтвердите он или не он да кстати я не удивлюсь если тут можно что-то каких-то артефактов поискать древнегреческих вот так вот берег размывается постоянно мало ли может какой-то здесь корабль разбитый прибитый к берегу да с испанским золотом кто его знает что тут раньше творилось или древнегреческим а вот так вот смотрите опять выходим на пляж это тоже получается такое своеобразное дикое место как типа в голубицкой знаете тайные пляжи тут вот они тоже есть я еще думал почему так люди говорят по-моему еще где-то пляж есть тоже мне писали люди ого смотрите тоже кто-то сейчас шерчки здесь готовит интересно возможно тоже каких-то крабиков а вот там подозрительная труба вот видите сейчас я вам наверное покажу вот такое интересное сооружение пишите в комментариях кто вот хочет сюда прямо попасть из голубицкой прямо интересно друзья я люблю вообще вот так вот уходить когда мы ездим где-то с Татьяной Викторовной с Виточкой по Крыму там или еще где-то я сразу их оставляю у них там свои развлечения вы сами понимаете да какие-то там так посмотрим может какого-то там зверяка там удастся выманить нет никого нет о что-то я тут древнегреческое такое нашел смотрите кстати возможно это золотишко порода вот сама глина видите да вот допустим такая вот эти шарики они очень тяжелые но это может быть камень да скорее всего это камень вообще в глине просто камень в глине я думаю такой тяжеленький такой я уже обрадовался думал разбогатею интересно очень интересно вот здесь даже можно тропиночки оформить туда наверх хорошие места прямо хорошие напоминает кстати мне чем-то Веселовку там тоже вот где справа пляж там кстати дельфины и тусуются постоянно вот там вот такие места интересные есть прямо очень похожи тоже кстати будьте аккуратны вот где у нас молодой человек лежит а эти как бывают обвалы удивительное место просто удивительно здесь на сапах тоже люди плавают раз они сюда проносят значит очень хорошее место тут а вот там вот что за сети я не знаю но чайки там кружат над ними что-то есть что-то видимо люди собирают я вам наверное сейчас еще запишу видео такое без слов просто с шумом моря люди многие любят такие видео вот специально для вас ребята я сделаю это тяжело с камерой вот так конечно ходить особенно тут вот там по камням где у нас ну вы видели да я там шел где крабов ловят люди а вот тут чисто просто чистый великолепный пляж очень-очень порадовал у меня и хорошо еще здесь можно вот обратите внимание да кто хочет так потренироваться по вот по таким дорожкам походить да красиво очень красиво я наверное сейчас схожу туда и вот там вот пляж тоже у нас идет дальше да это видимо это третий пляж и есть ну как бы немножко такой отдельно давайте прогуляемся наверх все на этом друзья хотя нет я вам норовить сверху покажу просто обязан ну мне волна очень нравится честно скажу очень так знаете прям по голубицке все по-простому все на этом удачи всем счастья до свидания до свидания я